Это был обычный день, когда обычный безрукий ютуб-блогер Константин получил необычное сообщение. А потом еще, еще и еще. Ну, наверное, это прикол такой, подумал Костя, и он даже не догадывался, насколько серьезен был отправитель. Его звали Эмпфэн, или Эмпьютифэн, или фанат ампутантов. Блогер даже и подумать не мог, что эти странные сообщения станут началом его расследования о тайном всемирном сообществе обожателей ампутантов, производящих и потребляющих терабайты неоднозначного контента, а иногда и напрямую использующих людей с ампутацией. Бу! Это было драматическое начало, спасибо, что посмотрели. Просто тема сегодня драматичная. Сегодня я расскажу о явлении, малоизвестном широкой публике. Явлении странном, иногда пугающем, иногда неприятном, но существующем. Поэтому наливайте себе чай, берите что-нибудь вкусненькое. Сейчас мы поговорим про патологическую фиксацию на людях с ампутациями. Итак, знакомьтесь. Акротомофилия. Сексуальная девиация, при которой объектом желания является человек с инвалидностью, чаще всего ампутант. Себя акротомофилы называют английским словом девати, что переводится как преданный, поклонник или обожатель. Нет, это не значит, что если вам нравится человек с ампутацией, то вы автоматически являетесь девати. Люди с ампутацией точно так же могут быть красивыми, клевыми, сексуальными. Наглядный пример этому я. Но что отличает девати от обычного человека, так это то, что ему очень сильно нравятся культи. 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 Надеюсь, это видео не заблокирует. Как я уже говорил, объектом фетиша девати могут быть совершенно любые люди с инвалидностью, незрячие, парализованные. Но все-таки ампутанты у них на первом месте. Девати могут быть и женщины, но все-таки в подавляющем большинстве это мужчины. Среднестатистический портрет девати – это мужчина, который очень сильно любит женщин с ампутацией ноги выше колена. Вот рейтинг самых популярных ампутаций от пользователей самого известного российского форума девати. Как видите, люди с ампутациями рук там не особо в почете. Обидно, обидно. Даже тут людей с ампутациями рук ущемляют. Своё пристрастие девати объясняют просто. Кто-то любит блондинок, кто-то брюнеток, кто-то длинные ноги, кто-то большую грудь. А мы любим ампутации. Девати получают удовольствие от просмотра видео с ампутантами, причем даже самых невинных, каких-то бытовых дел, прогулок, мытья посуды и так далее. И вы даже не представляете, как много такого контента находится сейчас в интернете. Просто введите в ютубе слово «эмпьюти» и вам откроется целый новый мир довольно своеобразного контента. В этот раз у меня не купили рекламную интеграцию. Странно, почему никто не захотел рекламироваться в ролике про людей, сексуально зафиксированных на ампутантах. Что ж, поэтому опять придется стоять с протянутой культей. Поддержите этот канал финансово и контент на нем станет лучше. Вы можете сделать мне перевод по номеру карты, стать моим подписчиком на Boosty или сделать донат в криптовалюте. Вся информация в описании. Но если вы не можете помочь финансово, ничего страшного, вы можете подписаться на мои другие социальные сети, например, на Нильзаграм. И, конечно же, вы можете поставить этому видео лайк, написать комментарий, оформить подписку, если вы еще не подписаны. И этим самым вы поможете продвижению этого ролика. Пожалуйста, сделайте это, это поможет в продвижении видео, потому что в противном случае получается, что я зря три недели сидел на форуме деватистов и смотрел на контент с одноногими женщинами. Обидно. Обидно, если это все впустую. Говоря обо всем об этом, невозможно не упомянуть два термина. Wanna be и pretender. Pretender это человек, получающий удовольствие, имитируя, что у него ампутирована какая-то из конечностей. Например, они могут согнуть и забинтовать себе ногу и в таком виде делать контент или гулять по городу. А Wanna Be это человек, который так сильно любит ампутации, что готов стать ампутантом сам. Тут уже речь идет о серьезном психическом расстройстве, у него есть название из страниц на Википедии. Часто Wanna Be пытаются избавиться от собственных конечностей, но сделать это сложно, потому что легальных способов для этого нет. Врачам по всему миру нельзя ампутировать людям их здоровые руки и ноги. Тут стоит упомянуть ампути Алекса, этот человек известен в сообществе девати и вообще он являлся одним из самых активных его членов. Алекс в течение нескольких лет постепенно терял свои конечности, пока не остался с одной рукой, на которой, кстати, был ампутирован мизинец. Где, как и под какими предлогами ему были совершены ампутации, остается неизвестным, но понятно, что медицинских показаний к ампутациям у Алекса не было. Естественно, это болезнь и экстремальное проявление деватизма. Подавляющее же большинство девати являются фетишистами, которые сидят на своих форумах и самоудовлетворяются на различный контент. Я никого не осуждаю за их пристрастие, но опрос среди подписчиц моего Нильзаграма показал, что девати часто ведут себя довольно-таки некрасиво. Вот что о своем опыте общения с девати рассказала моя подруга и пара спортсменка Света Чуракова. У меня, наверное, единственная претензия к деватам, чтобы они навязывали какие-то свои желания людям, которые не хотят быть в этой сфере как-то вообще задействованы. То есть мне, откровенно говоря, одинаково неприятно. Пишет мне какой-то фут фетишист, потому что я хочу обрезать твои пятки, или пишет мне какой-нибудь деват, я хочу обрезать твою культю. Мне одинаково будет противно, потому что я не просила этого. И у меня главная претензия к деватам именно, что перестаньте писать всем подряд, потому что это нереально бесит. Это одинаково бесит от любого фетишиста. Независимо от того, каждый дрочит на что хочет, но не нужно впутывать в это девушек, которые не хотят с этим соприкасаться никак. И еще одна претензия. Очень многие деваты, они начинают преследовать тех, кто им понравился, они начинают писать их подругам, они начинают выслеживать новые страницы, они каким-то образом покупают номера девушек, начинают звонить им ночью. У меня лично есть очень близкая подруга, которая очень страдала от деватов, вплоть до того, что он находил ее какие-то адреса съемных квартир, приезжал, следил за ней. Он каждый раз выясняет ее новый номер, мы не знаем, каким это путем происходит, но каждый раз, когда она меняет номер, он начинает писать ей на новый номер. И ходят случаи, что это человек из каких-то правоохранительных органов, поэтому он в курсе всего. Поэтому у меня претензия такая, что это очень плохо, когда люди начинают пользоваться своим положением для удовлетворения каких-то своих совершенно низменных желаний. В то же время, как модно говорить, последние годы не все так однозначно. У меня, опять же, так как я играю в паралимпийской сборной и очень много знакомых среди других сборников, у меня есть также примеры перед глазами, когда девушки, они заводили отношения с деватами. И я знаю пример счастливого брака, что у девочки, у нее двое детей с этим деватом, он совершенно обычный муж, хорошо зарабатывает, но у него есть такой фетиш. Он не из тех, кто пишет в интернете и постоянно скроллит интернет в поисках новых девочек с ампутациями, но просто его близкий круг знает о том, что у него такое увлечение, скажем так. И очень многие девочки среди моих знакомых пробовали отношения с деватами. Опять же, это чаще всего случалось в послеоперационный период, потому что им было важно почувствовать себя привлекательными, и они начинали встречаться вот именно с фетишистами. И почему бы и нет, почему бы с ними не встречаться, если тебе это психологически поможет? Потому что потом большинство из них, подавляющее большинство из этих девочек, завели отношения с совершенно обычными мужчинами после того, как они подняли свою самооценку с деватом, поняли, что это может быть привлекательно, что это может не отпугивать мужчину, в том числе и обычного, и потом заводят спокойно отношения с людьми без фетишей. Иногда девати пытаются завести отношения с ампутантами, но часто они ограничиваются просто просмотром контента с людьми с ампутацией. И некоторые девати идут на довольно-таки любопытные ухищрения, чтобы этот контент получить. Мне написала одна девушка, Соня Гомес, ее звали. Привет, как дела? Ты ампутант? Я такой, да, я ампутант. Что с тобой случилось, друг? Пожалуйста, расскажи. У тебя такие классные фотки, ты круто выглядишь, ты спортсмен. И в диалоге буквально сразу она мне сказала, что есть возможность протезировать тебя. Протез, который мне предложила эта американка Соня Гомес, он стоил на сегодняшний курс порядка 4,5 миллионов рублей. Дальше что? Она потребовала видео от меня. То есть я должен был отснять ряд видеороликов, в которых я нахожусь без одежды, в трусах, на костылях. Она говорила, что у них есть программа, в которой они загоняют это видео. В этой программе робот или кто, я не знаю, машина просматривает это все, анализирует и уже какую-то схему, диаграмму вводят. И как бы это помогает в дальнейшем протезировании. Были такие видео, в которых я просто сидел и массажировал свою культю. Я ходил на костылях, были такие видео, она просила ходить на костылях. Потом было очень много видео, где я прыгал. Большие прыжки, маленькие прыжки, стоял на месте, садился, вставал. Ну вот такого рода видео. Поймите меня, я верил в то, что мне пришлют протезы 4 миллиона. Эта идея двигала мной. Я больше и больше видео отправлял ей, но все-таки какое-то сомнение закралось и это сомнение не давало мне покоя. Потом я ей как-то написал, слушай, я немножко переживаю, у меня вот друзья. Они меня предостерегают и говорят, что в социальных сетях могут быть девоты. Они могут использовать твое видео на каких-то порталах, закрытых форумах, где сидят эти девоты, извращенцы. Ничего она мне не отвечает. Опять снова про свою съемку, про длительность видео, как нужно правильно снимать, как ты должен сидеть. И самое главное, во всех видео она просила меня улыбаться. Зачем? И в дальнейшем, что она сказала? Я не буду с тобой больше работать. Я не могу смотреть эти видео, которые ты мне отправляешь. И я, когда их буду смотреть, я буду думать, что ты думаешь, что я извращенка. Вот, ну, если дословно переводить, так она написала. Я ей пишу, ну а что дальше? Ну, я хочу получить протез. Я хочу протезироваться. Она говорит, я передам твое дело своим работникам, да, своим сотрудникам. Если они посчитают нужным, они с тобой свяжутся и выйдут на диалог. И вы снова начнете снимать эти видео. И ты будешь снимать эти видео, если это тебе нужно. И столько, сколько нужно. Как долго, это будет зависеть только, ну, от нас. Ну, вот в такой манере уже пошла беседа, и я понял, блин, ну что-то тут реально не то. Итак, Василия разводили на видео, которые потом, скорее всего, распространяли в закрытых сообществах девати. Но для того, чтобы получить контент с ампутантами, не обязательно проворачивать такие сложные схемы. Можно просто купить его, ведь многие ампутанты живут в довольно стесненных финансовых условиях. Это Лиза Ткаченко. Она потеряла ногу в ДТП. Сейчас Лиза одна воспитывает сына, у которого диагностирован аутизм. А еще Лиза продает свои фото и видео деватистам. Меня зовут Елизавета. У меня есть ребенок четырех лет. Ребенку в два года поставили аутизм. Он неговорящий, он малообщительный. Соответственно, ему требуется помощь в жизни, поддержка. Я занимаюсь тем, что произвожу съемки, фотосессии, съемки о своей жизни, постановочные видео для людей, которые этим увлекаются, которые могут мне финансово оказать поддержку в обмен на видео. Как вообще ты впервые узнала о том, что такой контент, в принципе, может быть кому-то интересен, что вообще существуют такие ребята, которые готовы платить за это? Когда я очнулась в больнице после аварии, после комы, мне начали писать посторонние люди, которые были рады, удовлетворены тем, что произошло, тем, что у меня ампутация. Ну, то есть тебе начали писать, вау, как круто, а можем ли мы там, что там, покажи нам культю или что? Я бы ее поцеловал, я бы ее облезал. Очень большой наплыв был людей, которые мне писали. Было бесполезно блокировать. Один раз мне пришло сообщение, что можно, пожалуйста, сделать фотографии в одежде обычные фотографии. Я себе вышлю за это там тысячу или полторы. Тогда, как обычно была финансовая проблема, я решила пообщаться с человеком и попробовать. Если бы это было чем-то эротическим, порнографическим, я бы не согласилась. Но люди хотели обычные видео, то есть банально пойти погулять, но заснять это на камеру. Я решила, почему бы нет. Отнесемся к этому как к помощи, просто, ну, не бескорыстной. Я погуляю с камерой, а мне помогут финансово. Я так понимаю, что общее место, да, всех этих заказов, это то, что обязательно должна быть в кадре, ну, так или иначе, культя. Это как бы центр, по сути, внимания. Бывают массаж просят заснять, бывают бинты просят заснять. Даже были заказы на то, чтобы показать, как я огорчена, что это случилось, как плохо, то есть. То есть эмоционально еще сыграть что-то, да? Да, то есть эмоционально еще съемки. Вот это уже, мы погружаемся вообще в какой-то просто интересно. У многих из них есть жены, есть семьи, есть дети. Они сами чаще всего своего увлечения боятся. Они его не совсем приемлют. Но вот те, кто еще понимают, что это неадекватно, что это психологическое, психическое что-то. То есть ты относишься к вот этой вот стороне своей жизни, к этой деятельности, как к возможности заработать. То есть если бы это не приносило бы денег, ты этим не занималась бы, я же правильно понимаю? Если бы это не приносило денег, это бы мне в голову не пришло. Да, да. Но а ты вот не чувствуешь из-за этого, что в этом есть какая-то эксплуатация эмоционально? Ты как вообще к этому относишься сама? Изначально, когда только вот в больнице начали писать эти люди, это казалось, что это больные на голову люди, которые радуются случившимся. В дальнейшем, когда появились те же самые девочки, но более адекватные, которые сопереживаются и чувствуют ситуацию, пытаются поддержать, пытаются оказать финансовую поддержку, то есть помочь, чем могут, это начало лучше восприниматься. Я не считаю, что это неправильно. А что постыдно вопросят от меня люди? Съемки в одежде, как я, не знаю, гуляю, глажу там вещи какие-то свои, как я занимаюсь домашними делами. Но также любой человек видит меня на улице. Я им помогаю в плане видео, они получают то, что хотят. Для них это эстетично, они этим смотрят, получают какое-то свое удовлетворение. Я не задумываюсь о том, как они используют это видео. Это не моя проблема, не мое дело. А для них это помощь мне, то есть, соответственно, мы помогаем друг другу. Одна из целей этого видео – это помочь Лизе собрать деньги на лечение. В том злополучном ДТП она получила черепно-мозговую травму, последствия которой беспокоят ее до сих пор. Вы можете сделать Лизе донат по номеру карты или поддержать ее небольшой бизнес на Озоне. Там она продает интерактивные образовательные карточки для детей, которые делает сама. Вся информация в описании. Почему люди становятся девати – точного ответа нет. Многие девати признаются, что в детстве у них был контакт с людьми с ампутацией, который очень сильно на них повлиял, и все это с годами трансформировалось уже в сексуальное увлечение. О теории происхождения этой патологии я поговорил с психологом Екатериной Орловой. Известно об этом на самом деле тоже не густо, к сожалению. Я так поняла, что тоже психология земли латерина какие-то последние десятилетия. Поэтому здесь пока существуют две теории. Одна из них говорит фреймпритинг. И что да, в общем-то, в жизни человека в какой-то момент присутствует объект или в какой-то момент его сексуальное восстановление. Причем тоже разные психологические теории. Вот этот момент сексуального восстановления рассматривают по-разному. В целом предполагается, что это может быть какой-то подростковый возраст, когда уже активный гормон для человека бурлят. Либо в целом даже это может быть возраст какого-то раннего детства. Вот в этот момент может появиться человек, обладающий какой-то характеристикой или, собственно, каким-то предметом. И у нашего будущего путешествия рождается его вначале интерес, потом, собственно, какое-то исследовательское желание, ну а дальше и сексуальное желание. Есть вторая идея, она еще более всеобъемлющая, на самом деле, о том, что это могут быть трансформированы какие-то подавления у человека чувства и представления. Но тоже здесь происходит при невозможности в семье свои чувства реализовывать и вообще как-то делиться своими переживаниями, ощущениями, случаями семьи. На это накладывает отпечаток, если вообще появляется кто-то извне, который формирует светлый образ. То есть тоже, я знаю, бабушки в инвалидной коляске или какой-нибудь хромой родственник. Ну то есть что-то, что хотя бы намекает, но это может быть и не столь очевидно, как вот я сейчас перечислила, тема, на которую никому нельзя говорить. Тогда она тоже вызывает у ребенка интерес о том, что кто-нибудь, допустим, потерял конечность в семье, но об этом никому нельзя говорить, нельзя спрашивать. И как бы у ребенка опять этот интерес запускается, посоветоваться не с кем, как бы это может быть как такая тоже одна из предпосылок для какого-то фетишизма. В целом все девати более или менее, ну большинство из них, связывают свое увлечение вообще людьми с ампутациями, с каким-то событием из детства, когда было какое-то яркое столкновение с человеком с ампутацией, которое потом, там очень много эмоций всегда в этот момент, и потом все это с возрастом трансформируется в какой-то, в том числе и сексуальный интерес. Что могут делать родители детей, которые там увидели человека с ампутацией, для того, чтобы не спровоцировать у них развитие деватизма? Ну тут опять максимально локодичен вести себя адекватнее, потому что, как, в общем-то, я до этого перечислила, все идет от того, что нехватка информации, нехватка возможности открытости пространства, нехватка безопасности, вот нехватка каких-то таких очень базовых шрифт, которые дальше заставляют ребенка с этими своими эмоциями быть самому, как-то их переваривать, во что-то трансформировать. Если это адекватно, если это будет несколько расшифровать, то я подразумеваю, во-первых, возможность говорить на все темы свободно, потому что тоже, ну как бы, мы встречаем разных людей на улице, дети задают вопросы. Это как бы нормальная часть становления, у детей не хватает информации. Отвечать на эти вопросы тоже желательно честно и довольно прозрачно. То есть ребенок обычно спрашивает, что случилось вот с этим дяденькой. Ему неинтересно знать о том, что, не знаю, кому-то на заводе оторвало руку. Им важно знать, что есть какие-то обстоятельства, в результате которых целостность тела может пострадать. Это не делает человека хуже. Это часть его истории, на том все. Что ж, в конце видео обычно принято делать какие-то выводы, но я не знаю, какие выводы сделать. Теперь вы в курсе, что среди нас девати, живите с этим. У этого видео нет цели поругать или заклеймить фетишистов, хотя поругаться на каких-то конкретных девати иногда очень сильно хочется. Поэтому обращаюсь ко всем девати. Ребята, будьте людьми, не пишите женщинам гадости. Будете себя хорошо вести, я буду чаще показывать культи в кадре. А? Как? По рукам? Еще раз спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, делится этим видео, делает мне донаты. Ребята, вы лапочки. Без вас я бы этим всем не занимался. Будьте здоровы, берегите ваши ручки. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok